Привет, друзья! Подписывайтесь на этот канал, если зашли сюда впервые, чтобы больше знать о политике в Украине и быть в курсе самых важных новостей. Призываю вас, мои подписчики, поставить лайк этому видео и распространять его в социальных сетях. Сегодня только что стала известна сенсационная информация. В июле этого года офисом президента и РНБУ при участии СБУ, которым руководит лучший друг Владимира Зеленского, была слита не только спецоперация «Лагнар», но и спецоперация Министерства обороны Украины по штурму тюрьмы в Донецке, вследствие чего должны были быть освобождены наши военнопленные граждане. Повторюсь, вы только вдумайтесь, в результате очередного слива информации на уровне руководства Украины сорвана спецоперация по освобождению наших украинцев, которые удерживались и удерживаются боевиками в тюрьмах оккупированного Донецка. Об этом сообщил подполковник вооруженных сил Украины Михаил Николов Лермонтов. И это Мразота, Ермак, помните, как врало на шустере, что ничего никогда не было? Нами правят предатели. Информация была сегодня опубликована на цензоре, и было опубликовано также интервью с подполковником вооруженных сил Украины. Дошло до того, что ручное СБУ, которым управляет Зеленский, задержало наших военных, которые на базе готовились к спецоперации. СБУ задержали наших военных, словно преступников-боевиков. Задержали свои-своих же, которые хотели спасти наших людей в Донецке. И уже ноябрь. И эта скотина Зеленский молчит, гоняющая понты в интервью. Подонки. Это просто подонки. Но обо всем, друзья, по порядку. 8 июля СБУ задержало оперативную группу сотрудников ГУР Министерства обороны Украины. По машине командира этой группы, позывной швед, который выезжал из своей собственной квартиры на Позняках в Киеве, был открыт огонь. А был открыт огонь СБУшниками. И эта информация даже попадала в СМИ. И одним из задержанных был подполковник Михаил Лермонтов-Ников, позывной Лермонтов, который рассказал журналистам о причинах этих событий в срыве секретной спецоперации ГУР Министерства обороны по освобождению пленных в Донецке. Какую задачу вы выполняли? Почему вы были задержаны и против вас открыли дело? То, что я расскажу, являлось одним из важнейших государственных секретов Украины. Мне больно говорить, но после того, как кто-то из руководителей Украины провалил нашу спецоперацию, после того, как в нашего командира стреляли сотрудники СБУ, после того, как против меня и моих товарищей СБУ открыло уголовное дело, мы вынуждены для своей же защиты сказать часть информации о нашей спецоперации и требовать справедливости. Представьтесь, пожалуйста. Я подполковник вооруженных сил Михаил Николов. Пошел добровольцем на фронт в батальон Донбасс в 2014-м. Участвовал в боях за Иловайск. Попал в плен, хлебнул сполна. После плена воевал. Вначале в армии, потом как доброволец. Крайняя запись в военном билете начальник штаба 46-го батальона ВСУ Донбасс. На сегодня доброволец. До июля 2020 года сотрудник подразделения Министерства обороны. Какую задачу получила ваша группа? Это самая благородная задача в жизни, которая только может быть на войне. Наша задача взять штурмом места содержания военнопленных в Донецке. Мы готовились спасать украинских пленных из самых страшных мест на Донбассе и покарать их палачей. Но ведь это самые защищенные объекты в Донецке. Как можно было туда зайти и спасти людей? Другого шанса спасти людей зачастую у Украины нет. Я понимаю это как бывший пленный. Мы должны спасти тех, кто еще жив. Лишить врага главного средства шантажа и наказать палачей, если мы по-настоящему себя уважаем. Из Снежного нашей спецслужбы выкрали Цемаха и на самом деле с той территории вывели еще немало других важных для нас субъектов. Эвакуация была возможна и в нашем случае. Вы делали интервью с сотрудником СБУ Сугерием, который прошел тюрьму-изоляция. Так вот, он рассказал шокирующие вещи, но это только очень небольшая часть того кошмара, который творят в пыточных ДНР. Мы знаем только истории о выживших, но там люди нередко исчезают. Так называемое распыление – это когда живых пленных подрывают на противотанковых минах, привязанных к их телам, а остатки втирают в пыль гусеницами. Когда вы приступили к подготовке? В декабре 2018 года была создана боевая группа. Мы провели длительную и всестороннюю многомесячную подготовку к операции. Ее санкционировал лично президент Украины, на то время президент Порошенко. Затем о операции проинформировали президента Зеленского. Подготовка продолжалась и никто не говорил «стоп». Дело в том, что у нас были все основания рассчитывать на успех. Я входил только в одну из групп, зная, что были и другие, которые отрабатывали свои объекты. Кроме того, могу только догадываться, сколько всего людей было задействовано. Мы получили всю необходимую информацию о нашем объекте, свежие фото и видеоматериалы. Наш объект был построен в виде макета, на котором отрабатывались различные ситуации, заход, работа, эвакуация. Зная о том, что одна из групп нелегально проникала в реальное место предварительного заключения на территории подконтрольной Украине, сходное с объектом в оккупированном Донецке. Главное, на нашей стороне была абсолютная внезапность. Никто ничего подобного не проводил в Донецке, при этом была обеспечена абсолютная секретность. Были отработаны мотивированные люди, которые проверены на войне и во многих экстремальных операциях. Тренировки были качественные и очень тяжелые. Мы были обеспечены всем необходимым вооружением и экипировкой для успешного выполнения задачи. Государство вложило большие ресурсы в наше обеспечение. И вот, наконец-то, мы достигли готовности. Мы понимали, что как только Россия снова заведет переговоры в тупик, в руках украинского государства должен быть самый последний козырь – наша операция. Мы не сомневались, что людей надо спасать, что это наш долг, не просто нас лично, это долг народа Украины. Почему штурм не состоялся? 8 июля штурм был проведен, но, к сожалению, не нами. Штурмовали нас, наш секретный базовый лагерь в Донецкой области. И просто в результате удачи обошлось без жертв. Все решали доли секунды. В Киеве на Позняках была предпринята попытка задержания командира нашей группы, позывной «Швед». Сотрудники контрразведки зачем-то открыли огонь по машине с «Шведа». Прямо среди жилых домов. Просто чудом никто не пострадал. Зачем? Швед же обвиняется россиянами в организации успешных ликвидаций известных главарей террористов на Донбассе. К примеру, Гиви. Его можно было спокойно вызвать на встречу в СБУ, где он бывал много раз, и он бы так и дал все необходимые показания. Зачем было по нему стрелять? Это наводит на серьезные подозрения. Я ответственно заявляю, что СБУ в курсе целей нашей операции еще с августа 2019 года. Вынуждены назвать вещи своими именами. Операция по освобождению пленных в Ордло была сорвана руководством Украины. Многих людей тем самым лишили, на мой взгляд, всяких шансов выйти на свободу. И более того, нас, участников, задержали. Нам предъявили обвинение. И мы теперь проходим по обвинениям в нарушении законов Украины. Уголовные дела возбуждены против всей группы. И это несмотря на то, что Минобороны подала в СБУ доклад о нас, подтвердила наши полномочия и выдачу нам оружия. Уголовное дело против нас открыто по статьям «Терроризм» и «Создание организационной преступной группы». Может быть, руководство приняло решение не рисковать, не проводить операцию, которая связана с риском и большими потерями. Если у руководства есть замечание по операции, либо принимается решение о нецелесообразности ее проведения, то разве это делается в виде уголовных дел против собственных сотрудников? Надо высказать замечание, которое требует исправления, либо принять решение о прекращении операции и все. Вместо этого устроили скандал, чтобы максимально засветить всю операцию, чтобы раскрыть личности разведчиков. Это предательство, это провал спецопераций. И следует выяснить, кому это выгодно. И теперь смотрите, что происходит. Переговоры безрезультативны. Люди в плену умирают. Их лишают человеческого облика. Риск был велик, но этот риск был спасти людей, а сейчас их просто бросили без всякой надежды. Операция строилась на риске, но это был прекрасно продуманный риск. Это не было самоубийством. Не буду озвучивать детали, но это знает руководство страны. На каком основании вас задержали? У меня возникло впечатление, что цель – просто раскрыть операцию и связать нам руки. Это может быть выгодно только врагу. Хотя Министерство обороны полностью подтвердило наши полномочия, СБУ не закрывает дела. Незаконное владение оружием, участие в преступной группировке, терроризм. При этом следователи понимают абсурд обвинений. Как видите, мы остаемся на свободе. Мы сдали куратору документ прикрытия, который нам оформили на период выполнения заданий. Вы общались с новым начальством ГУР Министерства обороны Будановым. В какой-то причине он не проявляет интереса к нашей работе и к нашей информации. Может быть, действия на Донбассе уже не являются приоритетом, не знаю. Но мне кажется странным, что люди с таким немалым боевым опытом, готовые действовать в ТУ противника, не интересуют руководство ГУР. 20 июня президент Зеленский назначил начальником комитета по разведке Руслана Демченко, одного из самых активных пророссийских политиков. И вот 8 июля сами украинские спецслужбы проваливают подготовленную спецоперацию, происходит утечка информации. 25 июля происходит провал операции по задержанию лагнеровцев. Все это без какой-то объективной мотивации по причине слива информации. Вы не находите взаимосвязь между этими провалами? Да, происходит системный слив информации. Причем это делается публично, якобы случайно. Нашу группу раскрыли уже после нашего задержания. Группе захвата Альфа СБУ сказали, что мы террористы. Они не поверили, что мы сотрудники Минобороны. Когда увидели документы и узнали, чем мы занимаемся, то альфовцы смеялись. Как вы можете бесплатно идти в Донецк? Мы за деньги туда не пойдем, страна это не оценит. Если честно, я удивлен был, что у нас в СБУ есть сепаратисты, которые не собираются воевать с врагом. Смотрите на общие черты. Как в нашем случае, так и в случае с вагнеровцами. Операции провалены в результате слива и захвата якобы преступников. Якобы никто не виноват, никто не говорил, это не работает, это риск, прекращаем. На самом деле, эта серия провалов, не все из которых еще озвучены, показывают не случайность, а закономерность. Любой контрразведчик может посмотреть на провалы наших спецопераций в 2020 году и увидит, что у них общий почерк. И есть все основания подозревать, что эти провалы были организованы кем-то, кто получил доступ к информации секретной важности. Вы кого-то подозреваете? Какова цель вашего интервью? Операция по штурму тюрем в Донецке сорвана в результате предательства руководствия Украины. Требую расследования и справедливости, почему многих украинцев лишили шанса на спасение, почему против нас СБУ открыло дело, почему с нас не снимают абсурдные обвинения. Какого уровня люди дают приказы срывать спецоперации и преследовать сотрудников Министерства обороны? В результате ничего не удается сделать дипломатическим путем и ничего не делается силовым путем. Полный тупик. Ведь этим подрывается доверие к руководству наших спецслужб. Кто будет тратить время и готовиться к операциям в тылу врага, если можно получить удар в спину? Надеюсь, что наше дело получит публичную оценку. Я готов более детально рассказать обо всем народным депутатам, следователям, прокурорам. Прошу прекратить преследование людей, которые внесли свой весомый вклад в оборону Украины. Это унизительно, прежде всего, для нашего государства. Это предательство. Друзья, сколько еще времени Зеленский со своими дружками Бакановым, Демченко, Ермаком будут оставаться безнаказанными? Сколько еще времени, сколько еще будет продолжаться слив наших патриотов? Ставьте лайки, делайте репосты, подписывайтесь на канал. Увидимся! Слава Украине!